И всем привет, ребят, с вами MrPanik. Я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня мы вместе с вами порассуждаем и обсудим Хэллоуин, который будет уже меньше, чем через месяц, а может быть даже через пару-тройку недель. Это ивент, один из немногих, который всегда преподносит очень интересно и с новыми какими-то введениями. Мы обсудим Хэллоуин, который был в 2021 году. Я акцентирую свои внимания на какие-то определенные вещи. Ну и вместе с вами, как говорится, погадаем, повангуем, поанализируем, что же может появиться в этом году на этот замечательный праздник. Но перед тем, как я начну рассказывать, не забывайте, конечно же, поддерживать видос лайком. Ну и подписываться на канал, если подобного рода видеоролики вам нравятся и вы хотели бы видеть их чаще. Начнем с просмотра статейки форумной, где у нас как раз-таки была полная информация Хэллоуина 2021. Ну и здесь я, к сожалению, не нашел ссылки на сайт с дополнительной мини-игрой, которая тоже, по моему мнению, в этом году также будет. Что же у нас здесь было? Стартовал ивент с 22 октября и продлился он аж до 1 ноября включительно. То есть у нас были по 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, двойные фонды на протяжении 2 недель. На всем этом периоде времени были ультра, ой, ультра говорю, супер-миссии, были коинбоксы, которых давным-давно уже, кстати, не было, спецпаки интересные. Также спецрежим чеки с повышенными золотыми ящиками. Был соло Джаггернаут на Хэллоуин Йоркшире и был каждый сам за себя, кроме Йоркшира. Три хэллоуинские карты, там платошка была и две старые карты, которые были такие дефолтные. А вот соло, кстати, Джаггернаут был с типа зомби-режимом, который на протяжении где-то 4 часов с рестарта был нереально жестко фармовый именно на самом Джаггернауте. Там вообще невозможно было сделать ничего на обычных танках. И если вы запикивались на Джагге, можно было зафармить безумно большое количество опыта, киллов и кристаллов. Надеюсь, что соло Джаггер с как раз-таки зомбаками будет и в этом году. Ну, главное, чтобы он был правильно проработан и чтобы и Джаггер мог жить, и те танки имели какой-то вес определенный. Ну, понятное дело, что все будут гоняться именно за Джаггернаутом, чтобы давать жесткого фарма. Ну и каждый сам за себя на хэллоуинских картах с повышенным золотым выпадением. Это тоже крутая тема, если его рассматривать с точки зрения того, что у нас сейчас же еще мегаголды есть. А мегаголды таким ивентам, как говорится, придают больший интерес. И, ну, больший антураж и весь хайп вокруг этого ивента. По скидкам я думаю, что они так же само будут и будут по 30% на магазин, на гараж, на МПК 30 и 50. Здесь ничего абсолютно не поменяется. 50% скидки я не верю. Потому что после хэллоуина у нас там через какой-то небольшой период времени будет как раз-таки... Как раз-таки будет Черная Пятница. Да, и плюс там уже пойдут танкофанды киберспортивные и прочие другие ивенты. Поэтому я не особо сильно верю в то, что у нас на этот ивент будет 50% скидки. Поэтому я больше склонен к 30 очке. И мини-игра. Мини-игра будет. Я более чем уверен. Я нашел видеоблог. Не нашел мини-игру, да. И здесь, кстати, ссылки тоже под видеоблогом, к сожалению, я тоже не увидел. Потому что, я так понимаю, что это было еще сначала заанонсено, а потом только у нас сама мини-игра появлялась. Но то видение и тот вид, который у нас был с Воспожигой Демоник и сам ивент, да, с этой Воспожигой Демоник. То есть там надо было фармить энергию. Я думаю, что в этот раз, если что-то придумают, то тоже будет мини-игра с дополнительной энергией, чтобы был больший интерес как раз-таки к ловле золотым ящиком. И я думаю, что появятся новые скины. Да, я более чем уверен, что новые скины должны быть. Если у нас появилась новая жига в прошлом году с Воспом Демоник за последнюю линейку, то в этом году может появиться что-то новое, интересное. Я даже не знаю, что бы я мог предположить. Конечно, мне бы хотелось видеть какого-нибудь Фриза. Да, Фриза Легаси до сих пор у нас нет в игре. А может быть, Фриз Демоник какой-нибудь жесткий бы вылетел. Потому что из ближнебойных пушек для меня Фриз это, наверное, ну, самая интересная и вообще самая такая, самая олдовая, наверное, даже я бы сказал, для меня лично пушка. Да, и, конечно, я бы хотел видеть её. И чтобы у меня как раз-таки была бы возможность получить эти скины. Да, потому что в прошлый раз я до них не дошёл. Хотя были ребята, которые, кстати, получили Воспожигу Демоник без наната. То есть они не вкладывали никакие средства, не ловили именно голды, энергию. И за счёт всей этой ловли как раз-таки сумели дойти до Воспожиги. Ну, там, конечно, и не без удачи. В таких ивентах она тоже нужна. Чтобы вас не откидывало назад. Все, кто понимают, как работает мини-игра. То как раз-таки там, ну, необходимо, чтобы эта удача была. После хэллоуинской мини-игры как раз-таки на следующей мини-игре мы забрали вместе с вами броненосца интересного. Сейчас, если там будут добавляться какие-то броненосцы, я думаю, что в нём не будет суперсильной актуальности. Но также, также у меня остаётся маленькая, совсем маленькая надежда, но она всё-таки есть, на то, что как раз-таки на хэллоуин может появиться новый модуль в игре от хаос-урона. Потому что хаос-урон, да, как бы, ну и вообще, типа, название хаос, да, то есть это что-то такое необычное, и как раз-таки оно может залететь как раз-таки на этот, я не знаю, сколько я сказал, как раз-таки, но оно может залететь именно на этот хэллоуин. И я такой шансик оставляю. Но больше, конечно, склоняюсь к тому, что будут появляться новые демоник-скины, потому что хэллоуин это всегда демоник-темочка, и в этом плане, я думаю, что разработчики от этого отходить не будут. Но если вдруг появится этот модуль, это будет что-то безумное, это будет точно супер-новость, да, и с точки зрения актуальности у меня лично с моим, не совсем большим, конечно, количеством, но с имеющимся количеством танкоинов будет возможность также попробовать за него побороться. И вокруг этой всей темочки тоже собрать немножечко хайпика в нашей замечательной игре. В общем и целом, наверное, все, что я хотел сказать по ивенту, я сказал, по всем моментам прошелся, ожидаем, надеюсь, что в этом году хэллоуин стартанет раньше. Я хоть и немножечко с... ну, наверное, даже немножко поторопился, может быть, даже с записью такого ролика, но... А вдруг? А вдруг вот сейчас вот я бы записал бы попозже, а они бы так... бам! И ближе уже там к 20-м числам выкатили бы новость, как вот это, о том, что будет хэллоуин. Потому что в прошлом году я как раз-таки с подобным видосом чуточку не успел. Поэтому здесь немножечко подстраховался и готов вам его преподнести. Поэтому было бы очень интересно узнать, что вы думаете по поводу хэллоуинского ивента, что вы ждете от него. Также пишите, согласны ли вы с моей точки зрения. Если согласны, то это круто, то что наши идеи и мысли совпадают. Но если не согласны, то напишите, что вы думаете, что будет по вашему мнению в этом замечательном ивенте. Также не забывайте, конечно же, поддерживать данный видос лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также нажимать на колокольчик. Ну а если вдруг колокольчики вам не приходят, то в описании есть ссылочка на наш дискорд сервер, в котором в оповещалочку я всегда скидываю информацию о новых вышедших видеороликах, о новых стримах, плюс о видосах на втором канале и на канале с нашим замечательным мегадонатом. Если вы вдруг об этом не знаете, то в описании тоже ссылки и на каналы можете найти. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который как раз-таки может вам очень сильно пригодиться в настройках нашей игры. Есть вкладочка аккаунт, здесь снизу есть тег создателя контента, мой личный тег создателя контента, это тег тимпэ. Устанавливайте его, поддерживайте меня, ну и если вы будете как раз-таки заинтересованы в приобретении каких-то плюшек на этот Хэллоуин, сможете поддержать меня, поучаствовать дополнительно в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов, ну и что-то годное заформить. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok